Снимать видео на заседании по делу Михаила Старцева нам запретили, но разрешили присутствовать. Почему суд вынес такое решение, не поясняют. Но, как считают наши коллеги, освещению этого процесса противится адвоката Михаила Старцева. А судят его, напомним, по части 4, 111 статьи. Это деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 27 июля 2020 года он участвовал в драке, в результате которой умер еще один ее участник, Павел Рохлов. Роковой момент, когда попал на камеру, вот он. Со смерти Павла прошло полгода, но его вдова Светлана до сих пор не может прийти в себя. Нам удалось побеседовать с ней до заседания. Она рассказывает, что Михаил Старцев перед ней так и не извинился, не извинились перед ней и его родители, с которыми она пересекалась. Они улыбались, хохотали, на что я не выдержала и задала вопрос. Не хотите ли вы извиниться хотя бы, принести соболезнования за своего сына? На что мне его отец коротко и ясно ответил. Тебе что мало, мы перед тобой извинились через телевизор. Вот и все. Кстати, в этот момент мимо проходил Михаил Старцев, но на Светлану он даже и не взглянул, не смотрел на нее. Он в течение судебного заседания взгляд в стенку и в допросе свидетеля он не участвовал. А допрашивали мужчину, который в тот злополучный вечер тоже проводил время в том же кафе на Старом Базаре. На судебном заседании он еще раз рассказал, как видел так называемого агрессивного человека, который в первое время в СМИ окрестили как инвалид. По словам свидетеля, он сначала приставал к девушкам из его компании, они отказались с ним проехать. Затем его внимание переключилось на компанию Михаила Старцева. Он замахнулся палкой и попал по одной из девушек. Соответственно, дальше завязался конфликт. В процессе конфликта девушки из BMW X7 вмешались, началась кутерьма. Был парень и две девушки. Этот допрос был долгим. В показаниях свидетелей сейчас и в августе 2020, через месяц после происшествия, есть расхождение, в частности, видел ли свидетели момент удара и детали потасовки. Вы с вашими знакомыми, друзьями обсуждали вообще ситуации? Да. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь интернетом? Да. За этот период времени месячные этой темой еще интересовались, читали? Первую неделю, возможно, когда натыкался на новости. Вы все рассказывали следователю, как вы поняли или уже пользуясь информацией? Ну, то, что я помню, то и рассказывал. Тогда как понять, видели ли вы удар Старцева в отношении Рохлова или не видели? Именно момент, когда Старцев нанес Рохлова удар, я не видел. При этом адвокаты акцентировали внимание на близорукости свидетеля и его нетрезвом состоянии в тот вечер. А следующее заседание будет уже на следующей неделе. В нем также будут опрашивать свидетелей. Но это все еще не Дмитрий Лопатин, который в истории фигурировал как инвалид. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.